Экземпляры новых учебных пособий еще хранят запах краски. В свет вышли учебник «Алекмаведение» и «Атлас к нему». Работа над книгами длилась более пяти лет. Авторы и организаторы вспоминали, сколько труда было вложено не только в само содержание, но и для организации процесса. Преодолевали пробелы с информацией и недостаточность финансов. Подробности далее. Новый учебник, торжественно презентованный на совещании работников образования, не станет дополнительной нагрузкой для школьников. Напротив, полное собрание информации по всем разделам уже вызвали интерес у первых ребят, которые успели его пролистать. Все, что я ищу сама, это все мое, родное. Каждое место и родное, и заботится ее. Я листала этот учебник, и мне он очень понравился. Что там самое интересное? Мне интересного много в том, о истории, которая раньше была об Олегминске. Еще много написано о природе Олегминска. Каждый из авторов замечательного издания старался наиболее полно охватить свою область. Несмотря на громкие имена составителей, свою лепту вносили и совсем молодые люди. Валерий Баишев, учитель Таакинской школы, тогда только начинал свою карьеру. Это было 5 лет назад, я только начинал работать. И за это время, которое мы работали, мы изучили достаточно большой объем материалов про наш Олегминский край. Материал представлен в доступной форме, и педагоги уверены, поэтому предмету неудов не будет. Безусловно. Еще я сегодня вдвойне горда, потому что один из авторов этого учебника является мой ученик, Баиша Валерий Витальевич. Петр Бернов также принял активное участие. Его четверостишья начинают каждый из разделов. Я не думал, что эпиграфов этого раздела будет так много. Оказалось, 35 разделов, и каждому надо было отдельное четверостишее, чтобы оно отображало суть этого раздела. Многие пришлось писать это заново совершенно, потому что у меня не было стихов на такую тематику. Издание уникально с любой точки зрения. Немалая часть посвящена великолепной природе края. Как отметил глава района Виктор Васильев, безусловно, символично, что книга вышла в год экологии. Главная цель не столько научить, сколько воспитать у молодого поколения безусловную любовь к родному краю. Елена Фаст, НВТ Саха, Олег Минск.